Всем привет! Очередной день мы начинаем с уборки снега. Но лопата у нас одна. А почему? Потому что та лопата, которая стоит в сарае, её нельзя достать, потому что сарай у нас застыл, и его нельзя открыть. Да-да-да. Снега навалило ещё больше. Такое чувство, что он вообще не останавливается ни днём, ни ночью, всё напропалую валит, валит, валит. Сейчас папа у нас должен вернуться с работы, и поэтому нужно тут всё убрать, чтобы можно было и ворота открыть, и машиной заехать во двор. Поэтому сейчас, пока у нас лежит снег, по утрам вот есть такие задачи. Ну, по очереди, значит, будет убирать сейчас пока. Да, конечно. Самое главное, чтобы... Да, там много-много. Так что убираем. Зарядка утром. Да, утреннее зарядка. Это я сейчас вспомнила, когда я жила с родителями в детстве-то. В своём доме утром первым делом это надо снег убрать. А его много нужно было убирать. Территория была большая у нас. И после школы я приходила, тоже приходилось снег убирать. Печку топишь, снег убираешь. Да ничего, уберём. Нелёгкий такой снег-то. Его ещё нормально убирать. Надо, конечно, покупать лопату. Вот срочно надо покупать. Вот всегда так. Срочно летом, да? А почему летом? Потому что сейчас они дорогие будут. Ну, каждый раз, вот так всегда вроде бы, когда снег выпадает, думаешь, надо лопату. Несколько дней поубирал снег. Вроде бы как бы исправились с этой лопатой. Я опять не покупаю. И так уже шестой год. Я хочу открыть. Я хочу посмотреть, что там вообще намело. А, ну вы вчера здесь убирали. Да. Но вечером... Вчера папа в ночь уходил. Видите, мама сказала, здесь убрала, поэтому здесь проще сейчас и заезжать, и выезжать. А так очень много снега. Очень много. Если его не убирать, то будет еще больше. Я пойду сейчас туда... Попробую ворота открыть. Ну, в принципе, немного напала. Нет, только там, где заезд, там много. А потому что там я не убирала. Да. Ну, там тоже можно, где заезд убрать. Обязательно. Чтобы проще машине было заниматься. Сколько же, интересно, сантиметров у нас нет? Да, много-много. Сантиметров двадцать, наверное, есть. Это здесь еще утоптано. Ну, сантиметров двадцать, наверное, падало. Ну, Сова, посмотри, какие шапки. Ну, да. Но он легкий, потому что он такой вот. А вчера он не был легкий. Вчера он был влажный. Угу. Вчера долго не могла здесь очистить, потому что ворота не открывались. Открыло, как там. Оттаяло, видимо. Теплее стало, чем вчера. Открыло. 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 О, папа! Папа! Ну все, теперь удобно здесь заезжать. Все, расчистили и вот папа как раз. Сереж, как дорога? Ну, сегодня дорога лучше. Таких нет переметов через дорогу. Уже нормально ехать, и тем более светло. А вот на работу, когда вчера ехал, там, да, переметено было, скользко. Вот. И в одну колею получается. Вообще не чистят, получается? Нет, раз проехали, видимо, и все один. Ну, это же мало все равно. А как машинам разъезжаться? А вот потихоньку разъезжаешься, притормаживаешь и тихонько по сугробу правой стороной колесом по сугробу едешь. Одна колея получается. Ну, один раз проехали, видно, что. Вот. А так сегодня уже нормально. Сегодня подтаивает. Дорога хорошая. Ну, как хорошая, все равно гонять не будешь. Сырость. Вот. Сегодня более-менее. Птичек почему-то много очень на дороге. Как будто все они слетелись на дорогу. Даже попадаются, видно, что лежат вон сбитые. Не знаю, что они там на дороге собирают. Видимо, снег выпал и еды сейчас нет. Они все прямо на асфальт на дорогу лезут. И машины-то все равно едут. Вроде все тихонько едут, а видно, что сбитые маленькие птички лежат на дороге. Какие-то не воробьи. Какие-то такие разноцветные. Видно, что проезжал, смотрел, видел. А вообще транспорт и видел? Чистить нет вообще машины? Трактора ездят? Вот пока ехал по Тамане. В Тамане только один посыпщик был. Ну, он же чистит дорогу и посыпщик сзади. А, все-таки посыпают, да? Только один КамАЗ был. Больше нет вообще техники. Ну, может быть, где-то в других местах убирают. Ну, это же не север. Здесь на югах люди неприготовленные к этому, видимо. Машин техники такой нету, фактически. Что тут? Снег-то редко бывает. Даже у нас лопата вот такая обычная. Вроде бы каждый раз думаем, надо купить, надо купить. И так все вроде обходимся. Ну, на следующую зиму все равно зимнюю лопату купим. Пластиковую возьмем большую, широкую. Вот. И нам ее хватит на... Все равно вот иногда приходится убирать снег, вон какой слой выпал. А мы, как говорится, не подготовлены. Этой лопаты много не наубираешь снега. Вот приехал с работы и попутно заехал, купил продукты домой. Купил вот пакет косточек свиных. Ну, на суп. Хорошие косточки. Очень наваристые. Нам нравится. Всегда покупаем в одном и том же магазине. Вот. Такой. Они по 60 рублей за килограмм это вообще. Так. Вот картошечку купил. Вот такую. В этот раз взял покрупней. Ну, для пробы. Она стоит за килограмм 55 рублей. Вот такая картошка. Такую сеточку взял. Насколько хватит. Вот. Дальше. Заехал в мир индейки. Купил колбаску. Это вареная. Ну, вот такая. Там видно даже про слоечки мяса. 360 рублей за килограмм. Вот такой вот кусочек взял. Он у меня вышел на 215 рублей. Купил вот такую колбаску. Это ветчина экстра называется. Тоже в мире индейки. Вот. Мы такую уже покупали. Вон там тоже кусочки мяса. Очень вкусные. Вот. Стоит она 382 рубля. Килограмм. Купил вот сливки такие. Ну, молоко сгущенное. Но это сливки. Оно получается. Ну, жирность может вот для пробы. Вот такое. Такие сливки купил. Баночку. Мы покупали уже. Я просто хочу пирожное картошку сделать. Мы уже делали ее. Еще печеньки остались. Надо сделать. Купил сметанку. Так это в каком магазине все? А. Вот это я купил в светофоре. Вот сметанку такую пятигорская. Она тоже в светофоре продается? Да. Вот такая сметанка продается. И вот это в светофоре купил. Это в мире индейки. Это киоск рядом со светофором. Но мы всегда там покупаем. Нам нравится там и картошка. Все хорошие. Цены приемлемые. В общем. Вот. Такие покупки у меня сегодняшние. Ну, что-то хотел побольше купить. Но выбора в магазинах почему-то сегодня нет. Мне кажется это связано с погодой. Потому что у нас засыпало. И доставки видимо мне кажется нету. что толком машины не ездят грузовые. Это же все равно. На дорогах гололед да что-то засыпало. Вот. Ну что купил самое основное. Нам теперь на немножко хватит. Вот. Вот. Сегодня мы делаем варенники. Уже мама заранее вчера подготовила начинку. Что у нас здесь в начинке? Сухие грибы, картошка и лучок обжаренный. И все это через мясорубку я перекрутила. Тесто также мама все подготовила. И будем делать. Пельмени нам в тот раз очень понравилось делать. Мы делали втроем. Но так как сейчас папа у нас после ночной смены. Он спит. И мы будем с мамой даем делать вареники. В прошлый раз когда мы делали пельмени нам стали писать комментарии. Ну вы че? На Кубани принято делать вареники. Какие пельмени. Поэтому мы думаем точно хорошая идея сделать вареники. Вареники правда у нас с начинкой именно уральской. Потому что здесь такие вареники наверное особо не делают. И здесь делают обычно сладкие вареники. Это там вишня какая-нибудь. Чтоб можно было кушать с сметанкой. Вот что-то такое делают. А мы делаем чисто такие северные вареники. И погода налаживается. Светит солнышко. И будет приятно сейчас сидеть и делать на солнышке вареники. Сухие грибочки нам друзья прислали с Урала. Грибовницу мы уже вот сварили. А сейчас вот решили постряпать вареники. Здесь потому что в основном какие грибы? Шампиньоны. А из шампиньонов как-то вообще не камельфо такое делать. Все-таки северные грибы это северные грибы. У них совсем другой вкус. И хочется делать из того, что мы привыкли. Именно вот чтоб вкус был. Именно как на Урале. Поэтому вообще такая благодарность за такую посылочку классную. Грибов очень было много. Они столько много к нам. Большую посылку прислали. Попочете? Да. Мы даже не ожидали, что так. Ну для разнообразия ведь тоже все хочется. Поэтому соскучились ведь. Профессионал по защипыванию пельменей у нас мама. Многим в тот раз понравилось, как они выглядят. Все один как на подбор. Потому что всю жизнь раньше делали пельмени. Я сразу говорю, я защипывать их не умею. Но надо попробовать. Так что все корявые и кривые это мои будут. Псюха, а у тебя же фотографии в детстве есть. Ну как я делала? Ну так это... Это ж нужна практика, опыт. Ну да. Это я сейчас тут вообще... Они будут в кость все. Ну ничего. Ну это ж все с опытом приходит. Ну конечно, если... Я уже вижу, что тут... Псюха у тебя развалится весь. Да я не знаю. Ну как? Это ж надо мучиться. Я тебе говорю, я сейчас тут налюплю их. Вообще. Ничего, Дина. Я тоже с чем-то начинала. Кривых и косых. Когда я жила с родителями, мне тоже не стрятала никогда пельмени. Потому что этим мама занималась. И она всегда без нас все делала. А когда я замуж вышла, так же я занималась этим одна. Потому что все на рабочей там... Но это все с опытом. Это с опытом приходит. Все же так. Я занималась всегда этим. Когда-то там прибегу с работы. Никого дома нет. Я начинаю этим заниматься. Понятно, что не каждый день это все делаешь. Ну вот сразу посмотрите. Мамины вареники. И мой. Какой-то вообще полудохлый. Ну ничего, опыт всегда приходит не сразу. У него от ужаса, у него от ужаса фарш вылазит. Вот так потихоньку сделаем. Но я говорю, я не обещаю, что они будут такими же красивыми. Самое главное будут вкусными. Ну да. Ну как умею. Вот и все. Мама пока вот... Как называется? Колбаски эти называют? Кружочки. Кружочки. Я раскатываю. И потом буду класть начинку. Не, ну в детстве-то да. Я помню, что мы очень часто и много сидели, делали фотографии детские. Я помню, что такие есть. Но это было для меня как просто, оно было в ствол. Ну и одно дело, когда ты уже прям готовишь, а другое дело, когда ты просто помогаешь. Вот я в детстве помогала. Еще потихоньку научишься. Не сразу же, это у всех и так. Так же, я так же начинала когда-то. Я говорю, мама сама всегда это всем этим занималась. И бабушка никогда нас не заставляли делать. Мы там в школе. Мама, бабушка, они сами всегда это все делали. Еще очень вкусная икра получается из сушеных грибов. Ну тоже как-нибудь сделаем. Можно будет и пирожки сделать. Грибов много. Будем делать. Картошки у нас только своей уже нет. Она вот только недавно закончилась у нас. Ну, наверное, в начале января мы свою картошку уже все съели. Сейчас уже магазинную покупаем. Нормально, все хорошо. Сейчас попробую, надо приноровиться. Приноровиться, но ничего. Вкусно, сейчас папа поспит. Потом будем отварить. Будем кушать. Бабушку не приглашаем. Бабушка у нас болеет, лежит целыми днями. Она не занимается ничем. Распался пельмень. Это что? Вареник. Форма-то пельменная. Вареники-то выглядят по-другому. Форма пельменная. Надо немножко, наверное, потоньше их искать. Да? А то, получается, тесто очень много. Ага. Ну, я уж не знаю, надо приноровиться же говорю. Ну, да. Сейчас я буду делать. Ты будешь защипывать. Ну, мы делаем так, какие мы делали у себя. Сейчас разные формы делают. Не, ну, вареники, они, да, они как бы другая форма, они такие вытянутые. Очень. Их вот так делают, просто защипывают, и все. Вот эта форма. Ну, можно такие сделать формы. Да, сделаем пельмены. И знаешь, почему такие не стало больше делать? Потому что места надо много для них. А нам куда их ложить-то? Мы сейчас, здравствуйте, ведь не съедим столько. Просто покажи, чтобы сравнить разницу. Человека, который умеет делать пельмени и вареники, и который не умеет. Начали мы лепить вареники в пельменной форме. И все больше и больше их стало делать по размеру. Покажи. И через какой-то момент я поняла, а зачем делать пельменной формы, если можно сделать вот форму вареников. И посмотрите, как удобно. И быстро, мне кажется. Ну, гораздо быстрее, конечно. Ну, то есть, я буду сейчас продолжать делать именно вот такой формы. Это гораздо удобнее. И быстрее. И уже больше похоже на нормальный вареник. И, кстати, даже уже вид красивый у них. Потому что уже рука приноровилась. Ну, да. Но я не смотрела нигде, как это делается. Но я просто, вот как думаю, так я их и делаю. Может, конечно, их как-то по-другому делают. Но я видела вот такую форму, как в магазине такие продаются. Вот я не знаю, как, конечно, как их защипывают. Но я вот так, по-своему, не умеючи. Так пальцами немножко защипнула. И такой вот получился вареничек. Ну что, мы закончили делать наши варенички. В принципе, достаточно быстро мы справились. И хорошая была идея все-таки начать делать именно вот такую форму, а не пельменную форму. Потому что вот просто даже посмотрите, насколько они выигрышнее смотрятся и аппетитнее, чем пельмени, пельменная форма. Потому что, видите, сначала мама делала маленькие, а я пошла большие делать. И они уже не так презентабельно выглядят, как вот такая форма вареничков. И, собственно, эти вареники у нас сегодня будут на обед. Будем кушать. Вот, если кто-то кушает и смотрит это видео, всем приятного аппетита. Не знаю, не пробовали бы мне эту сметану. Папа купил первый раз. Я видела, что ее берут, но мы не покупали. Не знаю. Интересно, кто покупал. Написали тогда в комментариях. Интересно ради, решила опубликовать фотографию с варениками и предложила вам угадать, что это за вареники. Варианты, которые люди написали. И никто не угадал до сих пор. Написали, что это вишня, капуста, картошка, творог, голубика, говорит человек, потому что синева просвечивает. И никто не написал, что это картошка с грибами. Вот такие вот вареники. Ну да, так и с виду и не поймешь, что это такое. Ну вот, будем сейчас пробовать. Я обычно, конечно, ем что пельмени, что вареники. Если, конечно, они не с творогами или с вишнями, я обычно ем с майонезом. Начинка очень классная. Прямо как мы любим. Северная начинка. Круто. Включен. Прямо как мы любим